Известные политики, бизнесмены и деятели культуры отвечают на самые острые вопросы аудитории и дают комментарии на самые волнующие темы. Здравствуйте, я Абик Келкин и я приглашаю вас на ток-шоу «Прямая речь». Слушайте по четвергам. С 17 до 18 часов. Да, добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели. Продолжаем. А вот у прямого эфира сейчас у нас в студии публицист Данис Лемешонок. Добрый день. Добрый день. Буквально недавно вы опубликовали, я бы сказал, такую жесткую статью о ситуации с точки зрения правового государства. Мы сейчас об этом тоже поговорим. Начнем. Может быть, это тоже напрямую связано с этим периодом пандемии. Буквально в начале марта уже исполнится два года, как мы живем в этих таких необычных условиях. Конечно, не только мы, а весь мир. Но все-таки поговорим о Латвии. Вот особенно в последнее время вам, как, не знаю, публицисту, как гражданину этой страны, вообще понятна политика правительства? Вот чего хотят добиться? Раньше вроде было бы понятно. Теперь вот с учетом омикрона, специфики, массовой заболеваемости, мы знаем, что сейчас копия ломается. Вчера была интересная дискуссия у коллеги Думбуса, Красного Треклата. Вот вам понятно вообще, что происходит? Ну, непонятно. Так, начну с того, что, извиняюсь за свой великий и могучий, заржавел немножко, как говорится, сидя дома. Так что, Абик, ты меня поправь, подсобь, как говорится, чтобы люди поняли, что тут я им собираюсь сказать. Нет, понятно. Просто правительство сломалось, это было осенью, когда они даже, если помню правильно, мы сами это признали. И так что теперь все-таки начинается какой-то боязливый немножко, немножко такой нервозный, немножко такой спешный выход из этого. Либо просто, чтобы, наверное, если ты уже сломался однажды, тогда это не дыра, а рана идет побольше, и ты уже хочешь угодить больше. Ну, и люди, извините, лавочники все время давят, им нужны обороты, средства. Обороты, средства, люди, которые сидят в кабаках и пьют пиво за 5 евро за стакан, и, как говорится, ночные клубы пустуют, и все, и, как говорится, и этот голдеж, все, как говорится, конечно, воспринимается правительством уже, как говорится, более благосклонно, чем раньше. Я вообще-то человек такой боязливый, я испугался, может быть, на всю оставшуюся жизнь от того, что эти две годы произошло. И, ну, я, конечно, еще и годик посидел, как говорится, дома, и другим бы посоветовал, как говорится, а не лезть сразу, как говорится, с танцами, с танцами, баянам. Да. Хорошо. Вот, может быть, тем не менее, вот вы сами сказали, что, с одной стороны, правительство сломалось, с другой стороны, многие испугались, и вообще, в принципе, действительно, по крайней мере, в нашем поколении, которое, условно говоря, может быть, слава богу, плохо не нюхало, не зная, что такое война, и для нас вот ковид – это и есть война, да? Так вот, может быть, это и ударило по всем системам, это объективно, я к чему говорю, вот ваша публикация, которая, в принципе, вызвала довольно большой резонанс и о громких делах судебных, и о том, что вот дела рассматриваются вообще невероятно долго, и вообще непонятно, кто виноват, зачем виноват, да, почему. Вот, может быть, это и есть тоже следствие пандемии, или это двое разные вещи, которые не нужно путать и смешивать? Это, конечно, двое разные вещи, потому что ковид – это, наверное, божий кар, я не знаю, за что, может быть, слишком большую гордыню человеческую, или за наш потребительство какое-то, но я, как говорится, философски так вы относитесь к этому. Я отношусь как к божьей харе, а это, как говорится, то, что творится с нашей судебной властью, с нашими защитниками закона, там и прокуратура, и всякие, как говорится. То есть, он бы всю систему, да? Ну, вообще, люди с этим, как, забыл слово, с корешками, или как? Да, да, можно и так сказать, с корочками. Да, с корочками, да. Вот, люди с корочками, как говорится, это мы уже, как говорится, сами сделали, это, как говорится, два десятилетия и больше, как говорится, и... А что, разве нет улучшений? Наверное, все время говорят, что, посмотрите, есть же улучшения, новый генеральный курс, судебный процесс теперь происходит быстрее, кого надо, посадили. Вот мы даже знаем, там, одного мэра портового города, еще и нет решения в окончательном виде, но он уже сидит, и еще будет, видимо, сидеть. Ну, скажем так, тут проблема, как говорится, в том, что, может быть, и, как говорится, судебная система, и система правокорядка, и прокуратура, они сменялись, но, как говорится, то, что осталось, тяжелое бремя, богатное, богатное. Прошлое, да. Прошлое, да. Это, говорится, остается, и это давит все время, говорится, эти все заказные дела, эти очень большие судебные, говорится, процессы на десять и больше лет, потому что, я, говорится, буду нахальным и скажу, потому что даже эти суди, которые должны тянуть эти, говорится, процессы для какого-то победного конца, они сами не верят, да, и там, и там по углам люди хихикают, вот тот опять, говорится, болеет, потому что, говорится, может быть, говорится, болеет до пенсии, не надо будет это рассмотреть. Так что, тут суть, говорится, прошлое, смедит, говорится, и... Да. Вот в вашей статье в Дорфях вы анализировали какие-то, наверное, громкие уголовные дела и судебные решения или еще не решения, вот одно из них, это вся эта эпопея Вашкевича, уже, я думаю, многие и забыли, что это за эпопея. Вот почему, на Ваш взгляд, если абстрагироваться от эмоций, все-таки это так долго тянется, там, бесконечное рассмотрение, возвращение обратно в одну инстанцию, в другую, просто, может быть, потому что и следствие долго велось, и все судьи, все запутались просто, как Вам кажется? Ну, это просто, как говорится, это уму непостижимо, скажем, для нашего этого слух Фемиды, да, что можно просто так, говорится, вот, стать и сказать, знаете, там, это все фуфло, да, им надо, давай, это закрывать, говорится, и, ну, и этим, которые, там, без суда, как говорится, приговор, да, 12 лет сидит в тюрьме, за то, что они не сделали, да, ну, выплатить по миллиончику, по два. То есть на это никто не решается, да? Нет, лучше, как говорится, ну, дай Бог, забудется, забудется, ну, народ у нас, как говорится, слава Богу, хорошо воспитанный, если намекнуть, что надо забывать, то он забывает, ну, вот такие вот дураки, только, как лемешонок, кто-то не забывает, неправда ведь Гребенщиков сказал. Да, это правда. Это, как, это, хорошая память, как сифилис, только в узком кругу, да? Да, только в узком кругу. Я, надеюсь, это к месту сказано. Да, к месту. Да, вот тоже интересно, с другой стороны, вот, иногда спрашиваешь даже, вот, ну, у курковских работников, когда я там говорю, слушайте, ну, это ведь очевидно, что, вот, почему вы проиграли суд, то есть, так можно сказать, что суд стал на стороне, вот, обвиняемого, да, признал, что он невиновен. Ну, если очевидно все, почему вы дальше подаете апелляцию, ну, вот, почему, зачем тянуть, ну, пускай этот приговор справедливый вступит в силу, ну, так сказать, это что, честь мундира? Они говорят, нет, ну, понимаете, ну, мы же работали, ну, вот, мы же считаем, что он виноват, и если у нас есть возможность подать апелляцию, почему же нам не воспользоваться, говорят они. Ну, знаете, я скажу так, что это все время, это большие, ну, это долгие годы судопроизводства, там, и это уже, как говорится, кара этому человеку, да. Да, не за то, что ему инкриминируется, да, а, скажем, а за то, да, как говорится, за что, как говорится, вот, он кого-то обидел, да, или, как говорится, занял не то место, как говорится, или слишком долго занял это место, да. То есть, он уже наказан, скажем. Ну, он уже наказан, это, могу он, да, кстати говоря, да, была взятка, не была, но... Извините, я вообще-то верю господину Осиновскому, да, что он говорит, это просто сделка между двумя частными лицами, которые... Государство-то вообще ни при чем не задействует, да, и, как говорится... В чем состав преступления, да? Да, и если господин Осиновский, как говорится, помог возродить диндерс, я как-то ему больше верю каким-то людям, которые кричат, что там что-то, что-то сами объяснять не могут, но это, как говорится, государственное дело там, верьте нам на слово. Да. А вот еще один процесс, который вы анализировали в своей статье, он связан, ну, вот, с бывшими работниками спецслужб. Ну, в частности, там фигурирует один бывший работник Бюро защиты Конституции, и кто-то считает, что, в принципе, одни считают, что это разборки между спецслужбами. Мы знаем, что это может споить, хорошо ли нет, что всегда есть конкуренция между спецслужбами, не только в Латвии, вот это вот результат вот этих разборок. Одни говорят. Другие говорят о том, что, может быть, действительно он работал под прикрытием, прикрываясь, как вы говорите, корочкой. Вот как вы все это оцениваете? Я оцениваю то, что, как говорится, у нас было такое, как говорится, буйное время, эти, скажем, начало... 90-х годов. Нет, нет, начало вот... 2000-х годов. Миллениум, да, вот с миллениума, что вот у нас, как говорится, мы наделали тут этих спецконтор, и, как говорится, и не получили очень большие эти... Полномочия. Полномочия, да, и при том, как говорится, это бюро для борьбы с коррупцией, да. Он, говорится, был спущен сверху, говорится, из Европы, говорится, что такое нужен, да, им дали полномочия, да, и, как говорится, и как-то вышло, что они почувствовали, эти люди почувствовали себя... Безнаказанными, да? Нет. Знаете, вот, говорится, наглость, это страшная сила, да, а наглость корочкой, говорится, вот... Вдвойне, да. Да, говорится, и, как говорится, я не знаю, как говорится, сильный ваш слушатель в еврейской металлогии, но есть такая вот сказка о прашком этом равине и големе, да, вот они и наши власти сделали голема такого, который, вот, говорится, нашел, говорится, своевольничать делать. О, мы имеем такие возможности, мы эти, как говорится, это используем для себя. Вот, и появилось такое, скажем, тройное лицо, да, вот этой, как говорится, безнаказанность. Это Юрс Юрош, бывший сотрудник КНАП, уже упьянтый тобой Айгар Спарранс, да, и человек, которого нет, Эдгар Сгуубс, да, который мог под ложными документами работать в охране президента, да, и, как говорится, и все это считали нормой. Да, ну, и дальше, как говорится, тогдашний премьер, да, не мог ничего, как говорится, с этим поделать, как говорится, он мог только причитать, ой, вот, 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 Башкевич взорвали, это же, как говорится, преступление против государства, это государство взорвали. Ну, и что? И что? Кто-то за это понес ответственность? Нет. И что, и что испугу Калвиц начинал делать? Он начинал делать свою спецконтору, потому что вот... — Пантимовес, да? — Да, как будто... Ну, а ему ударили по пальцам, и ничего, и ничего. И вот, как говорится, и тогда вот начиналось то, что уже, как говорится, эти люди, нахалы с корочками, да, они поверили в то, что они могут всё, что им всё дозволено, и, как говорится, и начинали вот шить дела, да, как говорится. И там, как говорится, это всё-таки даже, если человек инкомнеевец, какое преступление, ну, должна быть какая ясность? Хоть как она покрыта, как говорится, юридическими терминами, но всё-таки, как я ясность оттуткивается, всё наложено, какие-то заявки каких-то стукачей, да, какие-то доказательства, которые почему-то уничтожены, и это всё, ну, извините, это, как говорится, специально сделанный большой бардак. И потом это приходится, приходится, приносится в суд, да, с помощью прокуратуры, как государственное обвинение, да, и вот бедный судья, говорится, что-то делая с этим, да, доведи до конца, да, он может отказать, ну, как он может отказать, да? Да, я тогда такой вопрос могу задать, который, наверное, многие радиослушатели могут тоже задать. Хорошо, вот есть эти персонажи, есть люди влиятельные, как вы сказали, с курочками, есть судебные процессы. Они, слава богу, были, слава богу, мы с этого вышли. Ну, я не знаю, у меня такое ощущение, вот, что это дело, дело Асиновского и Магуана, Магуан, естественно, да, он обижается, когда его Магуана называют, что это какая-то лебедная песня в этой всей, как говорится, латышской опричниной. То есть вы считаете, что больше таких вот дел сомнительных не будет, на ваш взгляд, да? Нет, ну, я не могу дать гарантии, да, но я что-то, ну, что-то всё-таки изменилось, ну, как-то. Люди, может быть, и, как говорится, всё равно, всё-таки, как говорится, нахальные, но они уже какой-то, скажем, знают, вкус хороший знают, меру, да, что можно, что нельзя, да. Потому что, да, потому что, и, не знаю, почему-то такое ощущение, что с уходом из политики, с Соловой, так, а вот они. Это как-то, да, сошло на нет. Или остаётся в рамках какого-то нашего латышского приличия, да? Да, я вот тогда такой хотел задать всё-таки вопрос. А может быть, вот эти все дела, о которых вы рассказываете, они как бы, ну, как сказать, они интересуют определённую узкую группу лиц. То есть, в принципе, большинство латвийцев могут сказать, ну, там, подумаешь, идёт эта история с Вашкевичем или с Магнисом Осиновским. Ну, это богатые люди, пускай они сами разбираются. Или вы считаете, что это более широкая проблема вообще для правового государства, чем вот эти отдельные случаи? Знаете, если, говорится, нам кажется, что вот можно взорвать, говорится, человека, да, на улице, да. И никто за это не ответит, да? Да. Или что, извините, ещё, говорится, пример с того времени, да, что человек может зайти, говорится, в полицию и сказать, вот у меня партнёр украл часы за 200 тысяч, говорится, евро. Да. Да, вот я вам запишу, говорится, заявление, да, и вот, пожалуйста, говорится, расследуйте. И расследовали, ну, говорится, 15 лет расследовали, да, то, что человек... Откуда у человека, говорится, часы, может, у Путина таких нету, да, говорится, может, не знаю, гельствовать таких не может позволить. У него за 200 тысяч часы. И расследуют. Да, и, говорится, и всё. Потому что человек, говорится, наверное, говорится, кто-то сказал, вот человек придёт, говорится... Напишет заявление. Напишет, да. И вы расследуете, да. А вы расследуете. И это Раймонд Шталбергс, да. Мы такого знаем. И тогда его не знали, да. Он вот предприниматель, да. Сейчас сами на 200 тысяч евро. Что его за бизнес? Что он, говорится? Ураном торгует, да. Вот, и это, я понимаю, что людям это стыдно помнить. Это такая, знаешь, как смотреть этим, ну, в хорошем, зрелом возрасте смотреть свои эти... Детские фотографии. Детские, не детские, это же Пусауч. Да, подростковые. Подростковые, да. Ты там при шаре такой, говорит, такой... Да, противно смотреть, да. Вот это всё хочется забыть, а забыть, это нельзя. Вот и... Ну, у меня тут, как говорится, вот сижу дома, ничего не делаю, как говорится. И помню. И всё помню, да. Хорошо. Нет, и вот это как-то, ну... Складываешь вместе. Складываешь. Вот. У нас, как говорится, президентом проблемы с репутацией. Вот на него, как говорится, на него работа, как говорится. Он, как говорится, у нас юрист, да. Отец Конституции, преамбулы, по крайней мере, да. Преамбулы, нет, ну, как говорится, европейский судья. Да, как говорится, он, как говорится, и главное, он не замаран в этом, да. Пожалуйста. Пожалуйста, так говорится, да, флаг в руки, да, как вы русские говорите. Да, вот тогда такой вопрос, который я не могу не задать из серии «Кто виноват, уже понятно». А что вообще делать? Что делать в этой ситуации? Кто-то говорит о том, что должно смениться целое поколение, так философское... Я не европейский судья. Я просто, как говорится... То есть президент, пускай, решает, да? Извини, я, как говорится, как сторожимного человека просто задержал, обидно, да. Вы как публицист. Нет, ну, нам все, ну, 12 лет люди с приговора в тюрьме просидели. Ну, и что, как говорится, живи, не расстряли мы там где-то... Пускай еще сидят, да. Да, пускай посидят, вот, если мы это считаем нормальным, да, тогда, ну, тьфу на нас, да, потому что это знает где-то Европе, ну, скажем, в этих, ну, кругах юристов, да. Нет, ну, мы-то думаем, о, мы тут европейская держава, как говорится, а они смотрят, ну, надо что с них взять. Это медвежий угол, там, валки, понимаешь, медведи по улицам ходят, да. Как говорится, третий Рим на них тень бросает. Ну, что с этих бедненьких взять, да, ну, а мы, ну, мы тут, как говорится, потому что, если, как говорится, если мы, как говорится, не сделаем себе приличную судебную систему, свободную от этого, этой мрази всей, да, пишет, как говорится, и долгих процессов, и... А может, уже сделали? Все-таки вы же сейчас говорите, что это уже в прошлом, ситуация-то улучшается, вы говорите? Как сделали? Вот, извини, как говорится, да, Вашкевич, говорите, эти люди меня не взрывали, да, да, сам Вашкевич, как говорится, отсиживается в Австрии, в какой-то, тоже, как говорится, пришито ему в этом процессе взяточниство, да, какой-то там почитать... Ну, не знаю, оказывается, у нас было время, когда тут всякие, как говорится, таможенные полицейские ходили с этими, ну, бумажными сумками и полными деньгами бросались тут, как говорится, и потом, как говорится, бежит в краб и говорит, вот я взятку дал, как говорится, осудите меня, но главное, осудите, как говорится, Вашкевича, так что, знаете, это было, как говорится, просто какое-то золотое время для политического авантуризма. И говорится, и говорится, спецконторного. Да, вот многие говорят, юристы, и в том числе судей некоторые говорят о том, что зачастую вот самые обвиняемые всячески затягивают дело, ведь когда, не только это Вашкевича, помните, это история, сколько, 12 лет судебный процесс Ленберга был, да, и говорят, ну, эти вот же подсудимые сами затягивают дело, то там они болеют, то они очень долго выступают, сейчас, как мы знаем, тот же упомянутый вам господин Юрыш и другие пытаются вот это судопроизводство ускорить с помощью разных поправок в уголовный процессуальный закон. Быстро, 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 и все. Исправедливость, возможно. Нельзя так, что, как говорится, вообще, изменяюсь, грубо, это сомнение, но, как говорится, это все-таки в футболе нельзя, что вот одного врата там столько метров, а у другого в два раза больше. Если, как говорится, прокурор можно, если судей можно, почему защитный не может защищаться теми способами, методами, которые законны. Если это закон, это все. Ладно, это, как говорится, публика нервозирует, публика, а публика, вот в чем был корень быды этой нашей судебной проблемы, да? Потому что был, там, после миллениума, было такое народное требование, вот, чтобы головы катились. Мы тут все тут коррюмпированы, все тут продано, все... Нужно сажать, сажать. Нет, нет, головы, чтобы... Рубать, убить себя, да. Головы, чтобы лететь, чтобы кататься. Да. И на этой волне вот эта, как говорится, наглость с корочками и расцвела, потому что, как говорится, никак нельзя. Вот надо так, как говорится, грубо, с автоматчиками, как говорится, с собаками, да, как говорится, с пистолетами в, как говорится, морду, да? Хорошо. И, нет, ну, вот, и, как говорится, и зато мы, как говорится, теперь расплачиваемся, что, как говорится, в Европе, как говорится, нас, как говорится, не уезжает. Из-за того, что он, как говорится, немножко вот душок от нашей эфемиды, да? Хорошо. Вот я понимаю, что вы не юрист, вы публицист, но, тем не менее, вы упоминали Левица как президента нашей страны. Да, пусть, вот, пусть. А что он может сделать у нашего разделения властей? Ну, судебная власть у нас независимая. Как? Он может, грубо говоря, он может созвать правила правительства. Да, может, по Конституции, да. Да, и по своему этому, как говорится, ну, плану. По своей повестке дня, да. Да, по своей повестке дня он может, как это он использует, я не знаю, как говорится, но он это может. Он может просто поднять хай, да? Что что-то надо менять в этой системе, да? Да, что, да. Он может вот слезть на бочки и сказать, как говорится, извините, но так жить нельзя. Надо что-то менять. Он, как говорится, я его не люблю, но я его уважаю, как... Президента? Нет, как личность. Не любите всё-таки? Не люблю, за университет. Это я всё время говорю. Что, ну, когда Шуфлинская начинала там войну с университетом, да, он встал на её сторону. И я, как выпускник, не могу этого простить. Всё-таки вы уважаете свою альбоматор, да? Я уважаю, люблю, и, как говорится, голову за её положу, если надо будет. Хоть она немножко по-другому тогда называлась, но, как говорится... До того дошёл, да, что он вот шняп не при гимне не снял, да? Не снял ведь? Ну, извинился. Ну, нет, ну, это, кажется, остаётся, к сожалению. Так что надо будет. Вот я говорю, надо, кажется, вот берись, кажется. Вот фактически в завершении того, что вы сказали, вы упоминали очень часто это дело Вашкевича, которое взорвали многие уже показательные. Потому что это дежурное дело. Это, знаете, вот посредине комнаты, да, стоит куча навоза этими топить-топить. Да. Ну, топить. Покрыто, да, так сказать, этим покрывалом, ну, скажем так, или коврами. Покрывалами прекрасными, да, коврыми дорогими. И вот мы ходим кругом, и мы замечаем, что никакой ковицы, кучи нету, ковицы. И воня-то вообще галлюцинации, ковицы нет. То есть это надо решить этот вопрос. Это надо решить, надо убрать кучу и просто, как говорится, и поставить там какой-нибудь хороший журнальный столик, как говорится, или радиоаппарат, и слушать радио Микс ФМ. Да, но вы считаете, что по существу, ну, есть улучшение вообще в судебной системе? Вот вы много ее критикуете, но сейчас есть? Да, я же сказал, как говорится, я что-то не приметил таких уже, как говорится, вот, серьезных дел. То есть это все, это тянется такое старое просто, да. Да, ну, вот старое тянется, да. И это нельзя обрубать, забыть. То есть это надо решить? Это не обрубается, это просто надо, как говорится, захоронить, да. Захоронить, как говорится, и сказать, было время, время лихое, как говорится, была борьба политическая очень жестокая. На этой борьбе, как говорится, между явными оранжевыми, да, вот, профитировали, как говорится, люди наглые с корочками. Ну, хорошо, а нет такого ощущения в душе у вас, что все равно вы, вроде бы, пытаетесь как бы людей склонить, чтобы они пошли против своей природы? Ведь как тяжело нам всем встать и сказать, мы ошибались, мы ошибались. Это у нас, к сожалению, у латышей, не знаю, это или мы из немцев переняли, или как, мы очень любим признать ошибки, и в политике это даже доходит абсурда, что люди, пойманные за руку, там, за нечтеплостность, они, надеюсь, если я сам не признаю, этого нет. Нет, пока, я сам, не дай бог, да, я посмешищем стану, да, но я не признаю, да, если кто-то признает, то все, как говорится. Помните, там, в истории с этим, казалось бы, мелочи, этот попуск, да, вот, на эту бесплатную автостоянку? Не, не, что вы, нет, да, хотя уже все факты были на лицо, нет. Нет, вот это, это у нас, к говорится, политическая культура такая, не признавать, к говорится, все. Даже если вот факты, вот, есть? Даже факты, да. Да, ну что ж, будем надеяться, что эта культура будет меняться, потому что, на самом деле, что такое правовое государство, да, это когда каждый житель Латвии, ну, уверен, что, в принципе, есть какая-то справедливость в стране, и если он виноват, он получит по заслугам, если не виноват, то не будет сидеть, как вы сказали, вот, в этой истории с Вашскевичем, с попыткой его взорвать, я так понимаю, что там 12 лет люди сидят, вообще непонятно за что, да? Да. И, как говорится, он его, тоже, как говорится, он, Марина, как говорится, он сидит, как же я писал, он сидит в Австрии, какой-то будь-нибудь чеченский диссидент, да, которого, может, вот, люди, Кодирова убить, да? Это тоже, как говорится, для приятного, неприятного, это, Марая, честь, наш честь, честь нас в государстве, потому что австрийцы, вот, считают, что мы, как говорится, Чечня. Поэтому не выдаем. Да, не выдаем, или, как говорится, или там, ну, да, как говорится, или там находят какое-то объяснение, почему человек должен уничтиться, а он, как говорится, у него, ну, ладно. Да, это другой вопрос. Да. Мы-то, как говорится, вот сидим и говорим, что Башкевич, того, взорвали, не взорвали, а вот человек посмотрит на свои ноги и, как говорится, и смотрит, наверное, на них каждый день. Да, это правда. Данис Лемешонок у нас был в прямом эфире, публицист, большое спасибо. На одной волне.